Добрый день! С вами Нина Бережная и сегодня в нашей студии гость главврач Химкинской областной больницы Мирзонов Владислав Александрович. Мы поговорим с ним о вакцинации и ответим на самые волнующие вопросы. Здравствуйте, Владислав Александрович! Здравствуйте! Я попрошу вас рассказать о препаратах, которыми сейчас вакцинирует население. Что это за препараты и вот какой из них лучше, если можно так сказать? Сейчас вакцинация происходит двумя вакцинами. Разработка Гамалея, спутник Ви и есть вакцина Вектор. Обе прививаются в два этапа, тела вырабатываются после второго этапа, но как сами разработчики говорят, что более года это спутник, Вектор гарантирует полгода антитела. Я правильно понимаю, что гарантия вот год и полгода или же это какие-то предположения больше? Это заявляют производители. Четко с прогнозированным, ну и так скажем, гарантированным сохранение иммунитета на этот срок может быть и больше. Ну вот прививка от ковид, это что? Это 100% не заболею или же это все-таки перенесу чуть легче? Позвольте, я дам более развернутый как бы ответ. Понимаете, единственный способ прервать эпидемию, единственное лекарство против вируса это вакцинация. Нет других во всем мире. Для иммунитета важно соблюдение факторов здорового образа жизни, хорошего питания, полноценного сна, отсутствия стрессоустойчивости. Вот тогда иммунитет максимально хорош. Но в любом случае приобретенный иммунитет к новым вирусам, к их мутациям, он требует уже приобретенных навыков. Вот именно этими навыками и является иммунизация введения вакцины. И именно вакцинация является той необходимой защитой всего населения, которая способна остановить пандемию. Мы пережили первую волну, мы пережили вторую волну, мы научились правильно лечить, мы научились даже где-то защищаться. Но остановить пандемию можем только мы совместно. Скажите, вот почему происходит все-таки вот эта история с повышенной температурой, когда вводят вакцину, почему она так или иначе вот поднимается до 37,2 или там 37,5? Это нормально. Это и есть формирование иммунитета. Попадая в организм, он начинает действовать как вирус. Но он ослабленный, он не вызовет никаких побочных эффектов и не нанесет того вреда, который мог бы нанести вирус не ослабленный, не обезвреженный. Но попадая в организм, он пытается развиться, естественно, его начинает уничтожать организм, выбрасывая все необходимые клетки своих защитников. И от этого происходит температурная реакция. То есть это борьба. Она продолжается сутки-двое, может повышаться до 39. Температурная реакция – это показатель того, что идет активное формирование защиты в организме. Владислав Александрович, скажите, пожалуйста, стоит ли прививаться людям, у которых есть либо онкологические заболевания, либо вот сердечно-сосудистые. Очень так у нас много людей с подобным недугом. А можно вам ответить вопросом на вопрос? А эти люди изолированы? Они выходят на улицу или находятся в жесткой самоизоляции? Вот если они в жесткой самоизоляции, прививаться им не нужно. Но так как они выходят на улицу и имеют контакт с заболевшим, то им гораздо опаснее заболеть. Человек с хроническими заболеваниями на улице имеет колоссальный риск заразиться. Обязательно нужно вакцинироваться. И не надо опасаться того, что это повлечет и вызовет какие-то негативные побочные эффекты. Ведь перед вакцинацией обязательно осматривать человека врач-терапевт. И если есть противопоказания, никто просто и не допустит до вакцинации. Это какие противопоказания? Наличие любой устроенной респираторной инфекции, повышение температуры, высокое артериальное давление или же стадия обострения онкопроцесса, когда идет интенсивная химиотерапия. Да, мы лучше возьмем тайм-аут и порекомендуем человеку жесткий режим самоизоляции до стабилизации процесса и до того момента, когда его можно защитить вакцинацией. То есть я правильно понимаю, что даже возрастных ограничений вообще не существует? Нет, не существует. Вы знаете, когда мы открыли в МЕГИ пункт вакцинации в первый день министра здравоохранения Московской области Светлана Анатольевна, мы обходили, смотрели пункт вакцинации совместно с руководством МЕГИ, как организовано, как осуществляется маршрутизация, удобно-неудобно для людей. И в пункте вакцинации министра зашла, увидела женщину пожилого возраста, спросила, а сколько вам лет? Она говорит, а вот завтра мне исполняется 90 лет. Прямо накануне дня рождения женщина пришла вакцинироваться, говорит, а вы сами или вам кто-то посоветовал? Нет, я сама, я не хочу заражать своих близких, я хочу еще выходить на улицу и приносить пользу. Мы в очень пристальном режиме за ней понаблюдали, вот у нее не было даже повышения температуры, абсолютно нормально перенесла первый этап, второй этап, и очень хороший у нее титр-антитил. Считаем, что безопасный, это от 35 и выше. То есть даже переболевшие в первую волну, когда титр-антитил снижается, вот показатель для вакцинации это ниже 35. Отсюда у меня сразу следующий вопрос. Вот я переболела коронавирусом в мае, то есть получается, что мне уже 100% следовало бы сделать прививку. Дело в том, что вирус это очень хитрый и коварный враг. Это действительно совершенный такой микроорганизм, который умеет прекрасно защищаться, он умеет быть невидимым, проникая в организм очень долгое время может находиться незамеченным для защитников организма. Но самая его неприятная сторона, это то, что он постоянно обучается и он учится защищаться от тех средств лечения, которые мы проводим с населением. Он от каждых новых препаратов защищается и видоизменяется. Поэтому если вы переболели в первую волну, никто не застрахован, никто заболеть его вторую. Так же, как и от вируса криппа. Но единственное, что организм быстрее реагирует уже на эти видоизменения, он его узнает, только понимает, что, ну, сталкивается, что вот у него такие теперь особенности, не болеют тяжело. Вакцинация, если даже и болел в первую волну, она показана и даже рекомендована при снижении титра антител. Если титры антител высокие, под сотню, то, конечно, не надо. То есть для начала следует все-таки сдать тест на антитела, на их, конечно, нет? Нет, не обязательно. То есть если кто-то болел во вторую волну зимой, то пока вот не было спада и не было у вируса передышки на видоизменения, то не заболеет человек. Лишь когда вирус взял тайм-аут и начался тара или там, ну, допустим, условно, еще какая-то волна, да, еще какая-то волна, то тогда уже стоит побеспокоиться и посмотреть, насколько защищен организм. Ну, и если человек просто опасается, ему надо вот куда-то там в дальнюю командировку выехать, да, вот он болел, но, конечно, в этом случае мы берем анализ крови, чтобы посмотреть просто или успокоиться, или на всякий случай еще защититься перед дальней поездкой. Вот я, насколько знаю, вы тоже болели, вы осенью, да? Вот расскажите, пожалуйста, как вы все это перенесли и что вы вообще думаете по поводу прививки будете делать, не будете? Вы знаете, если бы меня спросили, ты еще бы раз переболел или бы вакцинировался, однозначно вакцинировался. Болезнь протекала очень тяжело, несмотря на то, что я в нашей замечательной больнице постоянно находился почти круглые сутки и окружен замечательными специалистами, в общем-то, я был под наблюдением. Ну, и сам доктор, как бы, принимая, почувствовав недомогание с первых дней, принимая стандартные рекомендованные схемы лечения, все равно на восьмой день цитокиновый шторм под кислород. Я себя не отношу, конечно, к молодым людям, да, но вот у молодых ответная реакция, то есть чем мощнее защитные свойства организма, чем дольше он сопротивляется, тем хуже реакция. Вот этот вот цитокиновый шторм, когда выбрасывается в легочную ткань гиалуроновая кислота, пытаясь изолировать очаги вируса, она вот приводит к таким пагубным последствиям, когда просто нечем дышать. Тяжело протекает, очень тяжело. И еще раз говорю, мы боялись в первую волну, что тяжело будут болеть люди с хроническими заболеваниями легких, там, с другими хроническими заболеваниями. Нет, оказалось, что вот горят молодые с хорошим набором вроде бы защитной функции организма. Крепкие. Крепкие, да. Лучше не дожидаться начала заболевания, вакцинироваться. В данном случае это не просто пожелание, это настоятельная рекомендация с моей стороны. Не надо бояться последствий. В последнее время, и вот сейчас особенно, мы слышим такую вот тенденцию антивакцинальную. Вот это даже какое-то настроение. Вакцинация, она заложник своей эффективности. Именно эффективность вдруг привела к тому, что да перестали болеть, мы победили все. Нет, не победили. Мы защитили население, кого вакцинировали. И результативность, и безопасность. Это пример, это то, что мы с вами существуем. У нас у каждого есть вот тут след от вакцины, да, и мы не болеем. Вы и вот ваши домашние планируете вакцинироваться? Да, безусловно. Существует теория, опять же, вычитанная из интернета, что если 25% населения страны вакцинируется, то риск заражения вообще сойдет к минимуму. Правда ли это? И достаточно ли этого числа? Или все-таки нужно больше людей? Любая эпидемия останавливается, когда коллективный иммунитет достигает 80%. Вот тогда останавливается. Сколько сейчас в Химках людей уже привелись? 15 тысяч. Скажите, пожалуйста, Владислав Александрович, сейчас сколько точек есть в Химках? 9 стационарных в каждой взрослой поликлинике. Один постоянно работающий в торговом комплексе «Мега» в центральном холле. В поликлиниках работает пункт вакцинации 7 дней в неделю. Плюс сформированы выездные бригады, мы вакцинируем работников на предприятиях. То есть идем навстречу. Что для этого нужно? Вот я пришла в пункт, даю паспорт и все. Паспорт, страховой полис. Даже не надо за анализом сдавать предварительно, только желание. Привиться может любой гражданин Российской Федерации. Пользуясь случаем, я еще раз хотел бы обратиться теперь уже ко всем химчанам и ко всем гостям городского округа Химки. Уважаемые химчане, давайте все вместе сейчас победим вирус, придем, провакцинируемся и все вместе остановим пандемию. Спасибо вам большое. Вы ответили на многие интересующие вопросы и меня, и, я уверена, наших телезрителей. И я надеюсь, что наше интервью с вами поможет людям все-таки понять, что вакцинация это действительно очень важно.